Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Значит, вчера у нашей компании был день на день большое мероприятие. Классно провели время, но в конце я немного перебрал. И не помню, что было, теперь стыдно перед коллективом, знакомые видели меня в очень трезвом состоянии. Вот, значит, ну и дальше человек описывает, в общем-то, какие-то действия свои. Вот, причём, ну, то есть, без каких-то активных действий, без каких-то агрессивных действий. Вот. Но суть в том, что теперь ему, человеку, теперь, теперь человеку, получается, стыдно. Вот. Ему стыдно. И он не знает, как, значит, смотреть теперь в глаза. Вот. Хотя, значит, ну, с одной стороны, люди, вот, хотя мы в смысле имеются в виду коллегам. Вот. Человек не знает, как смотреть теперь в глаза. Вот. Вот. Хотя, говорит, что перед начальством своим он вернёс. вот. Вот. То есть, ну вот когда, 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 это azac в данном случае, получается, история. Вот. И спрашивает, значит, человек, что ему делать, вот, что ему делать дальше, теперь, что ему делать, там, например, с чувством вины, вот, как ему быть, человек описывает себя, как скромного, тихого, спокойного, вот, ну и, соответственно, меня переживает, что теперь о нем буду думать, вот так переживает, что, ну, что теперь о нем буду думать, как об алкоголике каком-то, вот, и находится, получается, он в растерянности, да, в потерянности и так далее. Значит, что я хочу вам сказать, ну, для начала, я хочу вам сказать, что, на мой взгляд, ключевой ваш момент заключается в том, что вы, в целом, позиционируете себя как очень скромного человека, скромного, тихого, да, то есть, сдерживающего себя, к сожалению. То есть, вот, по сути, можно сказать, что вы себя, ну, ни много ни мало подавляете. Вот. Ну, 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 можно, можно так сказать. Понятно, что вы можете с этим не согласиться, вот, вам может быть, ну, комфортно в этом, в этом, ну, состоянии, вот. Ну, может быть, на самом деле, вот, может такое быть, что вам комфортно, но лично я, лично я думаю, что нет. Лично я думаю, что вам некомфортно в этом состоянии, лично я думаю, что, ну, что вам тяжеловато в этом состоянии, вот. Вот. И лично я думаю, что ситуация, которую вы описываете, именно, стала возможной только благодаря тому, что вы себя сдерживаете, просто, ну, как-то, вот, не привыкли делать, может быть, то, что вам, вот, как-то, вот, ну, в той или иной степени, да, может быть, нравится, то есть, вот, не привыкли поступать как-то вот так, как вам, ну, хочется, например. То есть, вот, не привыкли, ну, к себе прислушиваться, возможно. И, как мне видится, в этом и заключается основная проблема. Что есть проблема, вот, такого, знаете, если угодно, контроля. Вот. То есть, проблема того, что вы себя контролируете и, соответственно, таким образом усложняете свою жизнь, вот. Отсюда из-за, вот, такой, зажапости, у вас сразу-то чувство вины, вот. И, соответственно, с тем, чтобы этот зажаток снять, на мой взгляд, вам в первую очередь нужно работать, вот. А также, что довольно важно работать с вашими страхами, которые у вас, как мне кажется, имеют место быть, вот именно ваши страхи. Вот, потому что, на мой взгляд, то, что с вами происходит, то, что вы описываете, это история про страх. То есть, я боюсь, как бы, вот, говорите вы, там, ну, к примеру, разочаровать людей, да. Вот, боюсь, ну, не знаю, может быть, может быть, остаться один. То есть, вот, это тоже такая вот довольно важная, получается, ситуация. Вот. Поэтому, работать нужно с этим. Изменения, которые вы хотите принести, ничего не дадут. Потому что, ну, те люди, которые, допустим, принимают вас, да, те люди, которые понимают вас, допустим, они... скорее всего против вас ничего не имеют, то есть это люди, которые принимают такую вашу особенность, да, вот, тем более, если вы выпиваете редко и, соответственно, опыта алкоголя, ну, опыта приема алкоголя у вас нет, вот. А если же люди, скажем так, не принимают вас, да, то есть если люди, ну, не готовы понять вас, не готовы принять вас, например, опять же, вот, то, ну, вряд ли, в таком случае вы что-то сможете изменить. То есть, ну, совершенно вряд ли, что в этом случае вы сможете что-то сделать, да, такое, чтобы люди изменили свое мнение о вас, поэтому решать вам, конечно, как действовать, но, на мой взгляд, извиняться вам не за что и извинения не дадут того, ну, результата, который вы бы хотели, вот. Тогда как, если вы сможете донести, допустим, до человека, то, чего вы хотите, то, чего вы хотели, вот. То есть, если вы сможете донести до людей то, что вам хотелось, чего вам хотелось, вот. То есть, ну, может быть, это история про то, что, например, было весело и вы почувствовали как-то, что, ну, что было весело и как могли, например, с этим обратиться, да, и так далее. То есть, вот как им это поделитесь именно своими, ну, проживаниями, своими эмоциями, своим состоянием. Вот. Я думаю, что это возымеет куда больше эффект. И я думаю, что люди, которые позитивно, в целом, в целом, к вам относятся. Я думаю, что примут вас, поймут вас и всё будет в порядке. Я хочу отдельно отметить, что чувство вины, которое у вас возникает, чувство вины, о котором вы говорите, да, вот, это связано именно с тем, что вы боитесь. Оставь-1. Вот. На мой взгляд, вы боитесь. Оставь-1 и... Вот. Позиционируйте себя как человека, который, ну, изо всех сил, да, пытается, ну, быть каким-то удобным. А... А... Правильным. А... Комфортным. И... И... Так далее. Вот. Это... Это очень тяжело. Это очень тяжело. Очень тяжело. Делать. Очень... Тяжелое. Тяжелое. Очень тяжелое. По вице. Очень трудно. Абсолютно ничего удивительного нет в том, что вы хотели расслабиться. Только если человек хочет расслабиться, но при этом долго себя сдерживает, то возникают перегибы и перекосы, ну всякие разные, как вот, например, в вашем случае получилось. Просто потому что слишком долго себя сдерживали и не умеете обращаться со своими чувствами, но это всё корректируется, это всё потихонечку управляется, вот. Главное, чтобы у вас было такое, ну, желание, да, над собой работать. Вот, если это желание есть, ну вот, если такое желание присутствует у вас, то я думаю всё решаемо абсолютно и вообще никаких проблем и трудностей не будет. Вот, всё можно решить в этом смысле. Ну вот, то, что я бы хотел вам сказать сейчас с точки в точки зрения психологии, да, и в точки зрения психотерапии. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вы какие-то выводы смогли смогли бы, ну, смогли бы сделать из того, что я вам постарался донести. Вот, вам за обратную связь по моему ответу буду благодарен, это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. всего вам самого доброго, удачи обращаться. Субтитры создавал DimaTorzok